Работа своего завода в новой кафовке снова заблокирована. В выходной день на предприятие ворвались несколько десятков вооруженных людей. Почему продолжается конфликт вокруг предприятия, узнавали наши корреспонденты. Ну а в целом, конечно, работать хочется. Работать хочется активно, так что в смены пойти и нормально работать, не думать о том, что там надо паспорт делать и уезжать из страны, чтобы заработать. Эти кадры наша съемочная группа сняла в начале июля. Предприятие Каховка Протеин Агро спустя несколько месяцев простоя начало работу. Подготовка к сезону шла полным ходом. Руководство вело переговоры о поставках сои. Но работу снова пришлось остановить. Принудительно. Неожиданно территорию завода через ворота, перебрасывая матрасы, люди вооруженные в форме, в бронежилетах и в балаклавах проникли. И тех сотрудников завода, которые находились, выбросили в прямом смысле этого слова. Кроме этого, эти люди уже сменяют замки в здании. Вы сами в этом успели убедиться. Отключили систему видеонаблюдения. На этих кадрах отчетливо видно несколько автомобилей, из которых выходят около 30 человек. Люди в камуфляже перелазят через ворота, заходят на территорию завода и занимают административное здание. Руководство Каховка Протеин Агро на предприятие попасть не может. Пытаемся попасть на территорию. Висят большие цепи, новые замки в количестве трех штук. Спустя некоторое время законные владельцы предприятия все же попали на территорию завода. Правда, захватчики уже успели обжиться. Два этажа админздания теперь в полном распоряжении новой охраны. Именно так называют себя эти люди. На сегодняшний день 100% точка стоит в юридическом плане закреплена за промагра. Помимо этого, ответ хранения у нас. Апелицидный суд Вестакива, Вещерский, поновылый ответ хранения Генеральной прокуратуре на Каховка Промаха. Но почему акт хранения, обновленный судом, исполняют несколько десятков вооруженных людей в бронежилетах, неизвестно. Возникает вопрос и об их компетенции. По информации общественников, захватом Каховка Протеин Агра руководил боец батальона Айдар с позывным Саид. Настоящее его имя Александр Сташко. Свои действия захватчики объясняют решением государственного высшего хоссуда. Но вот приводил в действие его частный исполнитель Евгений Пирожок. Его подпись и печать стоят под постановлением суда. Но проверить деятельность исполнителя невозможно. К слову, в отношении Евгения Пирожка открыто уголовное производство по делу рейдерского захвата предприятия. На данный момент полиция допрашивает фигуранта дела. Да и спор, по мнению адвоката компании Каховка Протеин Агра, проходит между совершенно другими сторонами. И не касается пострадавшего предприятия. А уж тем более более рядовых сотрудников, которые на несколько месяцев остались без работы. Тот договор арендок, по которому уже длительное время, больше года работают наши предприятия и сотрудники завода, он никем не признан недействительным. Хотя, безусловно, есть споры, они находятся в судах. Но результирующих решений нет по этим спорам. И, безусловно, эта позиция не нравится нынешним рейдерам, которые зашли и пытаются удержать и блокировать предприятие. Но мы будем отстаивать свою позицию в судах. Дело предприятия Каховка Протеин Агра рассматривали сразу в двух судах. Апелляционном и высшим хозяйственном. Решение о передаче завода компании Каховка Пром Агра выносила скандальная судья Катеринчук. Общественные активисты подозревают служителя Фемиды в коррупции. Они утверждают, судья уже не раз рассматривала дело соевого завода в новой Каховке. По мнению активистов, в деле явный конфликт интересов. И судья должна была взять самоотвод. Впрочем, Катеринчук не отстранили даже после ходатайства адвокатов одной из сторон. Активисты выяснили, судья связана с адвокатом Андреем Богданом, который защищает интересы одной из сторон в споре по соевому заводу. Но кроме того, предприятие Каховка Протеин Агра пытались захватить еще зимой. Сперва произошел вооруженный захват. Затем выгнали 150 сотрудников и приостановили производственный процесс. Как выяснилось позже, тогда захватом руководил все тот же боец батальона Айдар Саид или Александр Сташко. Сейчас администрацию завода беспокоят, чтобы завод мог функционировать в будущем. Ведь на территории нет ни одного человека, который мог бы обеспечивать работу важных объектов. На заводе должны находиться персонал, который находится в маслоэкстрационном цехе, на элеваторе. То есть это сотрудники, это рабочие, которые проводят регламентные работы, следят за агрегатами. И в том числе, как я вам говорил, о том, что на заводе находится определенное количество газа. И надо всегда контролировать уровень давления в танках. Но смогут ли сотрудники предприятия проконтролировать безопасность, неизвестно. Завтра их могут не пустить на свои рабочие места. Ведь они уже заняты другими людьми и для совершенно других целей. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.